хочу продолжить все предыдущие проповеди если вы знаете у нас есть веб-сайт церкви там выставляются проповеди кто пользуется интернетом вы можете там еще брать проповеди слушать я вот недавно посмотрел последние проповеди свои голод название там облака славы такие красивые названия и подумал что все-таки они отражают то чем я живу в каком ожидании и как я уже говорил не один раз за последний может быть месяц вы знаете если что-то с нами происходит этому всегда есть объяснение в боге если бог нас вводит в какие-то состояния какие-то переживания он к чему-то нас готовит не знаю я последние полгода все больше и больше по нарастающей живу в ожидании пробуждения я знаю что это слово заигранное немножко и немножко затасканная и вообще она не библейская то есть библия нет такого там пробуждения в плане в каком часто она используется в христианстве это слово больше обозначая там ну спал человек и проснулся допустим но все-таки я хочу объяснить что я имею под этим словом я имею переживания верю что от бога о том что бог хочет необычным образом посетить свой народ не значит что бог не с нами он с нами всегда он нас никогда не покинет никогда не оставит и никто не восхитит нас из руки его но все-таки то переживание которое имеется это переживание того что бог хочет прийти необычным образом и совершить необычные дела в нашей церкви в нашем народе в нашей стране я конечно не могу это знать потому что переживания они не всегда могут быть объяснены умом человеческим не всегда можем понять то что мы переживаем но все-таки верю что это все не тщетно вот этот который возрастающий голод какая-то неудовлетворенность которая ты уже понимаешь что она нормальная неудовлетворенность потому что если бог взращивает в тебе жажду увеличивать те голод этому есть объяснение бог накормит он не доведет никогда человека до голодной смерти если бог вводит людей такое состояние и она возрастает это значит будет дождь но я на всякий случай решил как бы все проверить исследования провести не опираться просто на свои чувства на свои переживания знаете благо сейчас есть интернет хотят когда будет он проклят ладно все таки в нем хорошие почему говорю но он такая вещь что она много времени ворует вот она плохая в основном вот я много-много нашел материалов исторических разных пробуждениях пока дошел только до 15 века и вы знаете интересно я нашел интересные исторические факты 15 16 17 18 19 20 век когда происходили но невероятные вещи его и везде есть большие схожести то есть я совершенно могу точно понять что и в будущем что-то похожее будет происходить то есть есть некоторая система все-таки я бы сегодня хотел поговорить об этих вещах которые как-то вычислил все-таки не подумайте что бога заловил нет я просто увидел что есть принципы как бог действует и есть некоторые все таки инструкции знаете наверно не так было бы неправильно проповедовать как мы с вами можем сделать пробуждение никак можем успокоиться вопрос как мы можем подготовиться это более правильный а что от нас зависит и вот сегодня я с утра когда об этом думал собираясь в молот я вдруг такой образ получил ну как бы иллюстрацию она такая связана и жизни разведчиков ну или это на эти детективные фильмы или еще какие то всегда обычно там берут или доллар порвут одному одну часть другому другую дают или знаете что то еще такое и потом когда люди встречаются это может быть годами хранится потом две половинки составляют и значит ну все нормально я вдруг сегодня понял что бог тоже что-то так порвал одну часть оставил у себя это его часть и мы должны знать где его часть пробуждения что мы не способны совершенно сделать а вторую часть взял вложил в библию закрыл и сказал вот ищите и найдете здесь ваша вторая часть написано точные инструкции я заинтересовался не потому я заинтересовался потому что я уже до этого находил некоторые инструкции на понял что эти инструкции находятся на той части которую я должен вложить тогда когда пройдет бог и она все вместе сойдется так вот я понял что божьи инструкции очень четкие их нельзя нарушать их нельзя менять местами например если бы бог сказал так каждый четверг ты должен ждать меня ждать меня ну какое вы знаете в краю то все место а в кирьоне в макдональдсе за вторым столом ровно в пол первого и в руках у тебя должна быть газета оазис ладно хорошая газета есть как мессианская вот каждый четверг это не значит что я в первый же четверг он придет вы знаете это должен каждый четверг приходить в пол первого именно за второй столик садится за трой скал до этого именно у тебя должна быть газета оазис может быть тебе сто четвергов придется там сидеть но ты должен быть на своем месте за своим столиком с определенной газетой в определенный час если ты будешь бога ждать в шварме или фалафельное на сабине ну тебе так показалось что более правильно может быть мы должны понять к чему я все рассказываю есть точные 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 божьи инструкции которые мы должны исполнять до мельчайших деталей и ожидать и быть долготерпеливыми и он придет тогда он когда сочтет нужным но мы со своей стороны должны быть всегда в нужное время в нужном месте в правильном состоянии делать правильные вещи я думаю что самым лучшим инструкцией я сегодня не стал брать все свои исследования с 15 по 20 век сюда я решил что ограничиться только второй главой деяниях апостолов каким образом это все произошло здесь в иерусалиме на день пятидесятницы давайте мы откроем эта страница 131 нового завета при наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе аминь первое сегодня будут инструкции секреты пробуждения первый секрет первый секрет что бог приходит в тот день который наступает по его воле мы должны понять что в понимании пробуждения в первую очередь есть суверенная воля бога он назначает день не мы назначаем день мы никаким образом не можем вызвать божье присутствие мы не должны путать сверхъестественное присутствие божия духа святого со спиритическими сеансами мы не нашей верами не нашим желанием мы ничем не можем вызвать бога бог приходит туда куда он считает нужным он приходит тогда когда он считает нужным дух дышит где хочет и когда хочет приходит когда хочет и ходит мы можем только слышать его понимаете и в библии это совершенно ясно написано я всего лишь несколько мест взял но таких мест десятки вы можете записать не открывать если кто записывает второзаконие 11 14 дам земле вашей дождь в свое время ранний и поздний бог назначает время всегда бог назначает встречу бог назначает место бог всегда это назначает и мы никаким образом не можем ни приблизить ни удалить потому что от вечности бог знает когда и что где должно происходить еще одно место прочитаю захария 10 1 просите у господа дождя должны мы это делать или нет во время благопотребное господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь наша сторона просить его в то время которое он считает нужным мы можем дать это поэтому для нас очень важно понять что нам не нужно напрягаться в этом вопросе нам не нужно сейчас эмоционально выложиться выкручаться и выпросить бога чтобы только сегодня он пришел он придет если он обещает он придет я имею ввиду вы поняли что сверхъестественным образом придет но он придет тогда когда сочтет нужным не тогда когда мы считаем это нужным потому что да будет воля его а не наша в первую очередь что же от нас зависит можно сказать ну хорошо теперь можно расслабиться но слава богу все вернулось на свои места назначает бог но поймите мы должны ожидать но есть два вида ожидания активное ожидание а есть пассивное ожидание пассивное ожидание это то ну бог знает когда надо сделает когда надо придет а что от меня зависит но посмотрите иисус когда явился в иерусалиме апостолом он сказал будьте вместе и ожидайте обещанного от отца каким образом они ожидали они пребывали вместе единодушно в молитвах и в молениях то есть есть наша активная сторона активно активно ожидать господа это искать жаждать молиться и взывать к нему очень хорошо вот может быть на эту тему которую я говорю сказал один христианский проповедник рик джойнер он сказал что пробуждение это как рождение младенца а молитвы и действия церкви это как родовые схватки он говорит родовые схватки не вызывает младенца младенец вызывает родовые схватки то есть бог уже что-то делает и люди начинают чувствовать acabани wz Наверное, я уже говорю по этому, потому что младенец идет. Наверное, я об этом проповедую уже не первую пробить, потому что Бог хочет, чтобы это проповедовалось. Наверное, некоторые, я не знаю, может не все, из вас чувствуют какую-то голод, неудовлетворенность, какую-то жажду, желание найти других голодных, с чем-то объединиться. Почему? Ребенок движется уже. Почему церковь начинает молиться, ходатайствовать, входить в молитвы? Почему? Потому что Бог делает свое дело через свою церковь, потому что Он так решил. Амэн. Итак, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Подготовка к пробуждению – это единодушие, это поиск совместного духовного единства. И каким образом началось пробуждение в Иерусалиме? Вы знаете, когда я читал вот эти исторические документы 15-го, я не буду перечислять все эти века, везде все происходило внезапно. Везде был один фактор. Люди никогда не ожидали, что в этот момент начнется. И здесь написано, смотрите, и внезапно. Что интересно, почему-то у Бога есть такое в характере приходить внезапно. Совершенно неожиданно. Иисус говорит, даже предшествие Его таким образом будет. Мы не знаем, когда будет предшествие, и никто не знает. Если вы слышите от какого-то человека, что он знает, когда будет предшествие, это ложь. Я имею право это сказать. Есть сейчас такие учения, уже высчитали, когда Он, где Он придет. Не верьте. Верьте Иисусу Христу. Он сказал, не можете вы это знать. Он сказал, не в вашем воле знать времена и сроки. Никто не знает. Он специально придет так неожиданно. Не когда кто-то назначил. Вот мы назначили, Он придет тогда. Он приходит не когда назначают, а когда Он назначает. Потому что это находится в воле и власти Отца Небесного. Так вот. Это произойдет внезапно. Не то, что мы назначим служение пробуждения, и скажем, что в сентябре, например. Нет, лучше побольше времени промолимся. И в октябре, там такого-то числа, это начнется. Это начнется внезапным образом. Поэтому мы должны быть готовы, что что-то может внезапно начаться. Во-первых, чтобы не испугаться. Но если испугаться, не сильно. А если сильно испугаться, то взять себя в руки. Почему? Потому что я так же просмотрел. Во всех, во всех, во всех, во всех этих пробуждениях все происходило по схеме Пятидесятницы. Двенадцатый стих, смотрите. Изумлялись все и недоумевали, говоря друг другу, что это значит. Всякий раз, когда Бог приходил мощно, что-то происходило необычное для людей. Всякий раз, со дня Пятидесятницы до сегодняшнего дня, когда начинается новое Божие действие, это происходит внезапно, и что-то необычное. Люди говорят всегда, что это? Знаете почему? Потому что мы обычно каким-то образом представляем, как Бог должен прийти, что Он должен сделать. Но Он почему-то, ломая всю нашу логику человеческую, приходит внезапно и необычно. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что могут происходить совершенно необычные вещи. Понимаете, о чем я говорю? Что значит необычные, которые мы вообще не представляем? Например, я читал, в пятнадцатом веке происходили, или в шестнадцатом такие вещи, пробуждения, вообще необычно. Проповедник спокойно, начало реформации, спокойно говорит интеллигентно. Вдруг люди начинают трястись и просто под дикой силой Божьей падать и орать. Все люди не готовы были к этому. Это не сейчас какие-то. Сейчас, может быть, вы не удивитесь, по телевизору, по крайней мере, это видели. А тогда не было телевизора, люди не видели такие вещи. Потом на одном из собраний проповедник упал, и вдруг сам упал на пол и начал дико вопиять, потому что он увидел духовный мир, и Бог открывать вещи ему начал необычные. В собрании все лежало на полу, не могло встать по причине присутствия Божьего. Другое я прочитал, вообще необычное действие произошло в Америке, это, по-моему, пробуждение 17 века. Я уже перепутал все эти данные. Началось необычно вообще с класса школьного. Учитель говорит, что один мальчик неверующий попросился домой пойти, ему стало что-то нехорошо, он вышел. Другой был христианин, мальчик. Он говорит, я его провожу, выйду. Когда они вышли в коридоре, что-то произошло, оба упали на колени и стали молиться. Видимо, тот тому засветил, я не знаю. Началось так, что все дети по одному стали выходить в коридор, и когда учитель вышел, все дети, мальчики, девочки, стояли на полу и кричали перед Богом, плакали и орали. Потом дети всех классов вышли и стали молиться, каяться перед Богом. Жители города стали стекаться к школе, никто это не назначал. Телевидения, радио не было. Весь город стал как магнитом притягиваться к этой школе, и на людей сходило сильнейшее действие Духа Божьего. Люди входили в состояние покаяния. Потом это так распространилось, что в порт заходили корабли, и Дух Святой сходил на команду, люди вообще не знали, что. И на корабле капитаны, экипаж падали. Ну, что на корабле? На палубу. Кричали, вопияли и призывали милосердие Божье. Уже так сильно Бог начал действовать. Неожиданно? Не по схемам. Никто бы не думал, что вот таким образом так оно может происходить. Всегда почему-то это так шокирует людей. Но уж сейчас мы, скажем, ко всему готовы. Если вы, может, слышали, я уже говорил, 2-го, по-моему, или 3-го апреля такое пробуждение сильнейшего в Америке началось. В Лейклиде, штаг Флорида. Уже четвертый месяц идет, уже более 25 человек из мертвых воскресли только. Исцелений там уже, не знаю, тысячи. Люди каятся массовое покаяние. То есть каждый день 500 человек отправляют на улицы свидетельствовать в разные районы, и толпы людей притаскивают, они каятся, и прямо там их крестят в здании. Началось с небольшой церкви, может быть, человек 600, сейчас на огромном стадионе все это происходит. И тоже там много необычных людей, которые не вмещаются в разуме. Во-первых, все это стало происходить через евангелиста, у которого опять судимости, бывший наркоман, и может по религиозным моментам совершенно неподходящий человек. Не в костюме, в каких-то там джинсах, футболке ходит по сцене, спокойно говорит, и вдруг совершенно невероятные вещи происходят. Но я увидел в Библии, что Бог почему-то часто действует так, как мы не ожидаем. Он приходит внезапно, и как в день Пятидесятницы, люди потом говорят, все изумляются и говорят обычно, что это значит. Понимаете? Что это значит? Мы не можем это понять. Что потом происходит? Шестой стих. Когда сделался шум, собрался народ. Все изумлялись и дивились. То есть, когда начинается Божье действие, люди начинают примагничиваться просто. В церкви начинают расти люди, в большом количестве начинают приходить, и все часто изумляются и удивляются. Потому что Бог начинает действовать вне нашей логики, вне наших пониманий. Ну вот, это то, что мы можем видеть в книге «Деяниях апостолов», вторая глава. Ну, конечно, хотелось бы больше знать, что нам делать. Бог придет. Хорошо. Давайте согласимся. Вы согласны, что может внезапно прийти? Согласны. Вы согласны, что будет происходить то, чего мы не ожидаем? И, возможно, против наших понятий религиозных, доктринальных, каких-то еще, может произойти то, что не умещается в нашей главе. Может такое быть? Хорошо. Мы можем быть к этому готовы, не готовы, мы просто должны это знать. Что Бог действует тогда, когда хочет, и так, как хочет. А мы должны сказать, Господи, на все будет воля Твоя, мы примем от Тебя, Твое действие, как Ты считаешь нужным. Амин. Теперь, договорились, Бог придет, когда считает нужным, и как считает нужным. Что нам делать? Я понял, что нужно исполнять разные-разные пункты этих инструкций, которые написаны в Библии. Сегодня только один пункт возьму. Я не буду брать всякий раз много пунктов, чтобы мы не запутались. Я возьму только один пункт подготовки к пробуждению. Исход, 23 глава, 15 стих. Наблюдайте праздника пресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца авива, ибо вон и ты вышел из Египта, и пусть не является перед лицом мое с пустыми руками. И пусть не является перед лицом мое с пустыми руками. Еще есть места, которые говорят об этом. Я просто специально это место взял. О том, что есть определенный духовный принцип, к которому мы должны подготовиться. Если мы желаем, чтобы мы были подготовлены, мы должны понять, этот принцип не только к пробуждению, он вообще к жизни относится. Мы никогда не должны приходить к Богу с пустыми руками. Думали мы об этом? Мы часто приходим именно, чтобы что-то получить, но Бог говорит, приходите всегда не с пустыми руками. Что-то приносите, отдавайте мне, а потом я вам что-то дам. Можно подумать, ну как это, ты мне и о тебе что ли? Знаете, это мы так думаем по греховности своей, ты мне и о тебе. Но Бог очень четко говорит, что мы всегда с чем-то должны к Нему приходить. И мы часто не учитываем Божью сторону, мы наши учитываем. Бог милостивый, Бог добрый, Бог любящий, и я к Нему приду. Бог говорит, нет, только с жертвой. Только с жертвой ты ко Мне придешь. Ты должен приходить с чем-то. Но мы же верим в жертву Иисуса Христа. Нет, через жертву Иисуса Христа ты имеешь право прийти ко Мне. И только через жертву Иисуса Христа ты имеешь право прийти ко Мне. Но ты должен прийти не с пустыми руками. Я сегодня хочу поговорить о том, с чем мы должны приходить к Богу. Что мы должны Ему приносить. 1 Петра 2 глава 5 стих. Сегодня, я думаю, что мы немало мест Писания прочитаем. Нам сегодня нужно много Слова Божьего. 1 Петра 2 глава 5 стих. 1 Петра 2 глава 5 стих. Итак, и сами, как живые камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Амин. Мы не можем к Богу приходить без духовных жертв. Кроме того, что я говорил сегодня о финансах, для него это важный вопрос. Еще существует вопрос духовных жертв. Что это за духовные жертвы, с которыми мы всегда должны к Богу приходить? Не просто собравшись вместе. В любой нашей личной молитве с Богом мы должны приходить с духовными жертвами. Что это за духовные жертвы? В послании к евреям говорится, и так будем через Него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плос уст наших прославляющих имя Его. Это 13 глава, 15 стих можете записать. Я хочу сегодня говорить о жертве, которая называлась в Ветхом Завете мирная жертва. Мирная жертва, она называлась на еврите бетуда. Это мирная жертва благодарения считалась. И мы как верующие всегда приходя к Богу должны приходить с жертвой благодарения и хвалы. Я хочу сегодня чтобы мы посмотрели по слову как важно благодарное сердце человека. И что такое неблагодарное сердце человека? Я скажу сразу, да не думает такой человек вообще что-то получить от Бога. Потому что человек по большому счету братья и сестры никогда ни в чем не бывает в нейтральном состоянии. Возьмите как духовный закон нейтрального состояния не бывает. не собираешь расточаешь не с Богом с дьяволом ты не можешь быть нейтральным никаким образом. Если мы не благодарим мы ропщим. Понимаете нет нейтрального состояния. Если мы не находимся в состоянии благодарения мы находимся в состоянии недовольства. То есть это всегда очень ясно и четко видно. Псалом 99 4 стих говорит «Входите во врата его со словословием во дворы его с хвалою». Амин. На иврите это немножко не так звучит. На иврите звучит так «Входите во врата его с жертвой благодарения и во дворы его с хвалою». Смотрите в присутствие Божье мы входим во врата а потом уже во двор что-то дальше. Прежде чем войти с хвалою в Божье присутствие Божьего двора мы должны войти в ворота в начале правда? Что-то есть первое что-то первостепенное и первостепенное с чем мы вообще должны войти дверь в Божье присутствие Бог определил это так это жертва благодарения если мы не благодарим Бога мы плохо поступаем и неправильно а благодарим ли мы Бога всегда? Можно задать вопрос хорошо я с тобой согласен за что мне благодарить и когда? Да вы сами ответ знаете Слово Божие как говорит благодарить его за все и благодарить его всегда Амин неужели не ясно написано а за что благодарить там в псалме написано благодарите велика милость его он благ и он истинен нам есть за что его благодарить Я вам прочитаю эти места Колоссянам 3.17 Все что вы делаете словом или делом Все делаете во имя Господа Иисуса Христа Благодаря через Него Бога и Отца 1 Фессалоникийцам 5.19 Всегда что? Радуйтесь Непрестанно что делаете? Молитесь за все? Благодарите Ибо такова вас воля Божия во Христе Когда мы не благодарим Бога Мы выпадаем из Божьей воли Вы знаете это связка Радость, молитва и благодарение Противоположность Как сказать противоположное состояние Уныние, пассивность и неблагодарность И вот эти все три вещи Там и там нельзя перемешать между собой Нельзя быть в унынии В молитве и благодарным Или нельзя быть например Как сказать еще Пассивным Благодарным и радостным Если человек Благодарит Бога Он будет радостный Если человек благодарит Бога Он будет молиться Это соответственно Эти все три состояния Всегда вместе идут Люди иногда говорят Я не знаю как молиться Я не знаю за что молиться Начни благодарить Бога За что благодарить? Да за то что ты живой сейчас Да за то что ты вообще в Бога веришь Ты можешь благодарить А ты поблагодарил его сегодня За то что ты в этом дне Можешь открыть глаза Вы знаете В иудаизме уже Тысячелетиями Какая первая молитва иудея Когда иудей открывает глаза Вот просто он проснулся Какая у него первая мысль Первая мысль он говорит Мадели хаше анили фанеха Я благодарю тебя Царь жизни Что ты сохранил мою душу И вернул ее мне Это вообще первое что он вообще говорит Он еще не встал даже Любой иудей должен сразу поблагодарить Что Бог сохранил его душу Этой ночью Представляете насколько правильно Выстроено мышление Потом ты уже там за это За это за это Я вам скажу Да там такие молитвы Да вы бы Вы бы постыдились бы Потому что иудаизм Очень очень практичный После посещения туалета Иудей молится Господи спасибо Что ты сделал во мне отверстие И что я могу нормально Функционировать Я тебе очень благодарен Святотатство какое-то А я скажу Да нет Я скажу Это очень совершенно понятно Мозг человека настроен За все Благодарить Бога Что я могу функционировать Что я могу проснуться Да что я вообще Человеком родился А не черепахой Слава Богу Что я знаю его Представляете Что такое Человек с благодарным сердцем Вы знаете Человек с сердцем Ропотника Он не войдет в покой Божий Это то За что евреи Не вошли в покой Божий За ропот За то что они были Неблагодарны Дьявол Все свои усилия Тратит на то Чтобы мы не вошли В присутствие Божье Все бесы По утрам Нет Они еще ночью Собираются на оперативку Чтобы утром Группы бесов Рассылались к верующим И чтобы человек Только проснулся Бесы сразу Вгоняют его В состояние недовольства Чтобы человек С утра Начал войти В состояние Ропота Недовольства Для чего Чтобы не дать ему Сблизиться с Богом Но верующий Встает и говорит Слава тебе Господи Я помню Один раз Когда еще был Молодой верующий Только покаялся Первая зима была И к нам приехали Из Швеции Два верующих Папа и сын Папа уже очень пожилой человек И мы с ними шли Ну там Дворами И он подскользнулся Но он упал нехорошо Он подскользнулся И так Прямо головой Затылком И такой Сэнкью Джизус Там Я думаю Фанатик Я думаю Ну я знал Что харизматы Фанатики Но не до такой степени Но меня заинтересовало Его фанатизм Все таки Я говорю А что вы Спасибо-то Закричали Зачем Он Так я же не убился Говорит Слава Богу Я же как бы Нормально упал Я это понял Потом я приехал Помню в Израиль И первый год Я работал на заводе Гальтроникс Моя работа была Закручивать антенны Для мобильных телефонов Моя функция была такая Я вставлял антенну Нажимал ногой Тиски зажимались Я опускал штуку Нажимал Она закручивала Ну я примерно в день Делал не знаю Сколько тысяч таких Движений И первое время ночи У меня вот так как бы Ну так Функционировали там Тело И помню один раз Как раз бригадир Рядом что-то подошел ко мне У меня одна антенна Застряла в тисках Она еще была такая Знаете как пика такая Я схватил ее пассатижами И она вырвалась И воткнулась мне сюда Со всей силы Представляете Силой двух рук Воткнуть себе в голову антенну Я смотрю Я сижу Она такая у меня такая И кровь такая Первая мысль Поверьте мне Это только Бог мог сделать Первая мысль Не в глаз Я закричал Иисус спасибо Бригадир подбежал Думал что у меня Ну крыша съехала Говорит Да что спасибо Говорит Представляешь Я в глаз себе Воткнул бы Ну ладно сюда воткнулась Представляете Тоже Бог усмотрел Четко сюда воткнуть ее Чуть-чуть сюда Или сюда Я бы вывел бы себе глаз А можно по другому Можно закричать Другое слово Есть Ну разные слова Можно подобрать А потом вообще Заняться теологией Как Бог допустил это Что я сын Божий Себе Антонов В башку воткнул Неблагодарные люди Это плохо Иногда человек говорит Ну хорошо За все благодарить А если со мной Что-то случилось Ну например Согрешил Упал За что благодарить Тоже за это благодарить Знаете есть такие Вопросы Хитрые Змеиные Ну благодарю Во-первых Что еще пока жив Есть хороший фактор Правда Господи спасибо Что я еще жив пока Спасибо что я вижу грех Спасибо что я могу Покаяться И спасибо что можешь Простить Господи благодарю тебя Аллилуйя Стало хорошо Мы можем в любой Ситуации иметь Благодарное сердце И всякий раз Когда мы приходим К Богу с благодарением Бог принимает нас И благословляет Ефесянам 5 глава 17 стих Итак не будьте Нерассудительны Но познавайте Что есть воля Божья Опять Воля Божья Сколько из вас Интересованы Помолитесь за меня Какая воля Божья Для меня Часто люди говорят Вот пожалуйста Написано Не упивайтесь вином Слышали Божья воля Чтобы вы не упивались вином Если кто сомневается В этом От которого бывает Распусто Но исполняйтесь Духом Святым Божья воля Назидая себя Псалмами Славословия Писнопениями Духовными Появы Спивая в сердцах Ваших Господи Благодаря Всегда Всегда За все Отца Во имя Господа Иисуса Христа Амин Это имеет отношение К Божьей воле К исполнению Духом Святым И не надо думать Как это происходит В духовном мире Я благодарю Духом Святым Исполняю Зачем Исполняйтесь И не думайте Как Высокомудрие Это действие бесов Я сегодня Только что покаялся В этом С утра Очень четко понял Высокоумие И высокомудрие Это бесовское действие В вывести Состояние Смеренно мудрие Знаете Как бесы Выводят нас Они начинают Наши мозги Ну вот сегодня Мы с одним братом Беседовали На тему начали Говорю Он спросил меня Вот как ты думаешь Любовь отца и сына Это одно и то же Или разное В процессе разговора Меня затошнило Во первых И стало плохо И мир ушел Я говорю Я раньше не думал Мне хорошо стало А сейчас подумал Мне плохо стало Я понял Это бесы Заинтересованные Чтобы мозгами Начинали Лезть туда И терять мир Понимаете Насколько часто Нас бесы Затаскивают Вот в эти Высокомудрые вещи Чтобы нам стало плохо Нам хорошо Когда мы Смиренно мудрые Что такое смиренная мудрость Я тоже недавно Прочитал Иисус не был теологом Потому что был евреем И апостол Павел И апостол Павел тоже Апостол Павел Не был теологом Потому что был евреем Вообще никакой теологии Не создал Он создал Глубокие Мистические Откровения Переживания с Богом И конкретные инструкции Как нужно поступать А люди Читают Библию Не как инструкции Это же написано Что надо делать Их интересует Не что нужно делать А как это понять правильно Чего понимать Бери и делай Тебе все написано Нет Но мы же должны Разобраться здесь В какую эпоху Там Может быть Коринфяне Одно делаем Бери И исполняй И будешь счастливый Зачем тебе Тебе что нужно Быть умным Или счастливым Ответьте мне Вы хотите быть счастливыми Или умными Поверьте мне Это не значит Что если я дурак Я счастливый буду Смеренно мудрый человек Воистину мудрый Он имеет Сверх логику Он имеет логику Духа Святого Это совершенно другое Так вот И я короче Беса этого прогнал Умного сильно Помолился А потом мне тот брат говорит Что он тут же телефон положил Ему так хорошо было Можно назвать Как этого брата зовут Это Илюша Дорфман Он себе пришел Говорит Мне так хорошо стало Когда мы закончили разговор Я говорю Такую радость пережил Я уже не думал Любовь отца или сына Я переживал эту любовь Аллилуйя Вы можете пойти думать Можете диссертацию написать Любовь исходит от отца Через сына в Духе Святом Или наоборот Или как они там Между собой это решают У вас вообще крыша съедет Напоследок два пункта Вы должны быть заинтересованы Тайные секреты Тайные секреты Благодарственной молитвы Я вам открываю тайны Секреты открываю Успешной духовной жизни Ходотайственная молитва Кто знает что такое Ходотайственная молитва Ходотайственная молитва Это когда человек Молится за другого человека Не за себя Секрет Ходотайственной молитвы Кто желает иметь успех В ходотайственной молитве Кто желает Чтобы он молился за кого-то и это происходило в его жизни. Я взял три места. Поверьте мне, их много. Я просто взял три, чтобы вы увидели, что их не два, а больше. Их просто десятки. Все молитвы Павла возьмите. Я вам прочитаю. Римлянам 1 глава 8-10 стих. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа. Что потом? Всегда прося в молитвах, чтобы воля Божия, когда я не благопоспешил. Что он делает первым? Благодарит за этого человека, а потом что делает за него? Молится. Ефесянам 1-16-17. Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Дух Премудрости. Что он делает вначале? Непрестанно что делает? Часто в римлянах поступаем, молим сразу, Господи, благослови, Господи, помоги. Часто ли мы говорим Господи, благодарю тебя за этого человека? А посмотрите, Павел всегда так милился. Почему? Он иудей был, он знал. Он знал, что нужно начинать входить в ворота, как с жертвой. Б туда благодарение. Мирная жертва. Ну, последнее место. Филиппийцам 1-3. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда в молитве моей принося вас. Всегда во всякой молитве моей за всех вас принося радостью молитву мою. Благодарю Бога при всяком воспоминании о вас. Представляете, он молится, он ходатайствует, он вспоминает и говорит, благодарю тебя, Боже, за этого человека. Благодарю тебя за это. Понимаете? Он настраивает себя, он благодарный сын. Это вызывает действия Божьего Духа. Следующий секрет. Вот это вы точно не думали. Молитва благодарения высвобождает чудотворную силу Бога. Показать по Библиям? Покажу. Итак, секреты, чудес и знамений. Иоанна, 6 глава, 11 стих. Иисус знал эти принципы. Знаете, почему? Потому что был Богом. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам. Смотрите, это великое чудо было, правда, когда он пятью хлебами накормил пять тысяч только мужчин написано. Смотрите, он здесь не молился специальным образом даже. Он ничего не делал, даже ничего не провозглашал. Что он единственное сделал? Воздал благодарение и совершил чудо после этого. Вы можете еще больше мест найти, я просто несколько нашел. Иоанна, 11, 41. Лазарь. Кто-то мертвых воскрешал здесь, пробовал? Вот инструкция для воскрешения мертвых. 11 глава, 40, с первой стих. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И потом сказал, Лазарь, выйди вон. Практически вся молитва. Он приносит жертву благодарения и совершает чудо. Вы видите, насколько важно благодарение перед Богом? последний пункт. Избавление из сложных ситуаций. Иона. Самая страшная ситуация вообще. У меня есть некоторые страхи. Я вообще не люблю замкнутое пространство. Кто-то знает, что такое клаустрофобия? В рыбе, понимаете, в ките сидеть. Это не лифт застрявшего и не подводная лодка. Подводная лодка еще ладно, а в ките в желудочном соке варится. Вторая глава, 10 стих Ионы. Так, Иона. Ну, короче, Иона там сидел, молился, там много чего делал. Когда кит выплюнул Иону? В какой момент? Если вы сейчас в какой-то ситуации, она вас может выплюнуть. Смотрите. Вторая глава. Иона вдруг прозрел, дошло до него. 10 стих. А я глазом хвалы на иврите опять написано б туда. Здесь у нас неправильный перевод. Он говорит, а я глазом стал приносить жертву благодарения. Он иудеев знал это. Он стал кричать и благодарить Бога, что обещал исполню у Господа скосения. И сказал Господь киту, выплюнь Иону. Это не написано, это я добавил. Ион изверг Иону на сушу. Аллилуйя. Ну, конечно, времена были древние, тогда людей киты глотали. Возьмем времена первой церкви. Ситуация не менее жуткая. Деяние 16 глава 23 стих. Итак. Павла из силу взяли и избили. Давшие много ударов ввергли в темницу и приказали теничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание он вверг их внутреннюю темницу и ноги забил в колоду. Вот у меня вопрос для вас. Как вы думаете им хотелось? Они радовались, хотели петь, благодарить Бога, прославлять. Знаете, вот состояние такое, да я не чувствую, что я должен сейчас. Как вы думаете, они чувствовали или нет тогда, когда их излупили, избили, заковали и кинули. Что они могли чувствовать? Бывало в вашей жизни, что просто вот так тебе хочется закричать и сдать визг? За что? Почему? Павел из сила около полуночи, не знаю, дожидали специально или нет полуночи. Павел из сила, молясь, благодаря, молясь, не буду добавлять, здесь не написано благодаря, молясь, стали воспевать Бога. Узники слушали их. Но я тоже понимаю, что это было хвала и прославление, которое они устроили в состоянии избития внутри тюрьмы. Вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы, тотчас отворили все двери и у всех узлы ослабели. Аллилуйя. Кто-то переживал такое в жизни? Когда тебе плохо, когда тебе тяжело, когда бесы говорят, да, тебе тяжело, вот ты иди в комнатку запрись, там и грусти. Ну, еще позвони кому-нибудь и поробщи. А знаете, как жена Иова, бесы есть, бесы есть такие, как жена, похвали Бога. Вот такое еще говорят. Не буду хулить. Ну, бесы говорят, ну, правильно, молодец, это проверка была. Нашли тебя духовным, ты так просто недовольным будь. Тебя ж побили, за что, ты же хороший. А человек встает и думает, молиться не хочу, прославлять не хочу, ничего не чувствую, но буду, буду петь Господу моему. Аллилуйя, да коли я есмь. Дожидается полуночи, страшное время, полночь и началось там. Тюрьму там разнесло все, разнесло все. Страш там чуть не повесился от страха потом там. Но его там удержали, но хотел зарезать себя. Покаялся потом, слава Богу. В этом месте нет, я не ошибся. По-моему, да. Так вот, уже времени нету, я еще про 10 прокаженных подготовил, которых 9 не вернулось, один вернулся. И римлянов подготовил один из 21, как познавшие Бога, не возблагодарили Бога, осуетились и впали во все тяжкие. вся Библия четко, ясно говорит. О чем сегодня разговор? Секрет подготовки к пробуждению. Первый пункт. Мы должны иметь благодарное сердце. Бог приходит туда, где его благодарят. Даже по-человечески. Бывало в вашей жизни так? Ты сделал человеку что-то хорошее, а он тебе свинью подложил. Было? Я вот помню, когда первый раз меня так сильно сделали, уже будучи верующим. Притом, знаете, самое обидное, когда ты делаешь очень хорошо, а тебе большую грязную свинью подложили. Я первый раз чуть с ума не сошел. И я знаю, что Бог это допускает в нашей жизни, чтобы сокрушить нас. Но вы можете представить, какие Бог чувства испытывает, когда мы, Бог нам делают хорошее, а мы сами, как свинья неблагодарные. А потом удивляемся, что-то как-то Господь оставил меня. Кто сегодня благодарил Бога? Не поднимайте руки, пожалуйста, чтобы не превозносились чрезвычайностью в своей духовной жизни. А теперь скажите, как часто мы благодарим Бога в церкви? Это уже в мой адрес, камень, сам в себя кидаю. Само побиение камнями называется. Я вот думаю, сделаем специальной части служения благодарения Богу. Будем выходить и благодарить Бога, брать микрофон и благодарить Бога. Аллилуйя. Кто желает служения благодарения, что в церкви было? Можете поднять руки, разрешается. Согласны? Ну хорошо, на этом проповедь закончена. В следующий шаббат будет продолжение инструкции к пробуждению. Следующие пункты, каким образом мы должны подготовить себя. Первый пункт. Давайте подумаем внимательно, помолимся эту неделю. Правильно ли мы имеем состояние сердца? Благодарны ли мы Богу? И подумайте, сколько мы безрезультатно молились, когда тайственные молитвы. Сколько мы попадали в ситуации, почему мы не выходили, почему не получалось? Сколько раз мы не могли войти в присутствие Божьего? Почему? Потому что шли не по Божьим принципам. Но он же милостивый, да, он милостивый, но все в духовном мире движется по его законам. И не мы должны свои законы накладывать на духовный мир. И пожалуйста, не звоните мне и не спрашивайте, а как это в духовном мире, а почему это Богу «А я не знаю и знать не хочу. Я знаю, что мне хочется быть счастливым. Если так написано, значит так хорошо поступать. И не подумайте, что бесы знают, а не думают, что не знают. На самом деле ничего не знают. Аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя за все. И просим Тебя научи нас благодарить Тебя. Дай нам глубокое духовное откровение, что есть жертва мирное благодарение. Чтобы мы с утра до вечера искали благодать, чтобы быть в правильном благодарном состоянии перед Тобой. Чтобы никогда не впадали в ропот, ибо это отвратительно перед лицом Твоим. Благослови, Господи, нас, быть радными, счастливыми, радостными детьми Твоими. Благодарим Тебя за все, за это служение, за братьев, сестер, за Твой дух на этом месте. Благодарим, что мы можем сейчас Тебя прославить, воспеть Тебе, принести жертву уст наших. и да никакой бес немоты не свяжет наши уста. Мы будем Тебя славить, мы будем Тебя благодарить на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Амин. Христа.